Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Только в августе в Джинсбанке каждую неделю джинсовая пятница Скидки до 50% Торговые центры конкурент Олимп Сити Центр В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем Самого рассеянного рыбака задержали сотрудники вне ведомственной охраны на улице Горького По словам мужчины, после рыбалки он забыл весь улов в девятке своего приятеля Якобы лишь ночью он вспомнил о своих лещах и решил забрать их из машины Впрочем, друга рыболов будить не стал Открыл авто сам с помощью камня А была ли на самом деле рыбка, узнавал наш корреспондент Павел Москвин Какую машину ты разбил? Я ничего не разбивал А кто разбил? Я не знаю Как ваше имя? Евгений Задержанный Евгений уверял, что в 2 часа ночи он приехал сюда за пойманной рыбой Якобы накануне мужчина с другом ездил на рыбалку, но забыл улов в машине Гулял, пришел к другу за рыбой И? А тут где? Ушел домой Приехали сотрудники ППС Я к ним, как бы, вот я снял машину, все подошел, никуда не убегал, ничего Рыбой тут и не пахнет, усомнились сотрудники вневедомственной охраны, когда увидели съемки с камер наблюдения На этих кадрах видно, как мужчина в белой футболке и кепке, как у Евгения, подходит к девятке Он осматривает машину, пытается открыть, но у него ничего не получается При этом злоумышленник постоянно оглядывается по сторонам Видно, как мимо взломщика проходит прохожий Мужчина сразу же делает невозмутимый вид и ждет момент, когда можно снова приступить к делу Через некоторое время подозреваемый просто бросает камень в стекло машины и уходит Но не насовсем, а, видимо, чтобы поискать булыжник поувесистее Далее происходит второй бросок, мужчина снова ненадолго удаляется Затем появляется снова для того, чтобы, судя по всему, открыть машину и найти в салоне что-нибудь ценное Спустя еще несколько минут к машине подъехали сотрудники вневедомственной охраны Они осматривали дворы в поисках правонарушителей и преступлений Человек, который стоит рядом с поврежденным авто, им показался весьма подозрительным Мужчину задержали Как уверял Евгений, у него проблемы в личной жизни По словам мужчины, ночью он надел перчатки, отнюдь не для садово-строительных работ Как стало известно, подозреваемый ранее судим за хищение После очередного задержания он все отрицал Позже к месту инцидента подошла супруга хозяина авто По словам женщины, Евгения она видит впервые По словам очевидцев, Евгений пытался забрать как минимум магнитолу Его по подозрению в краже с проникновением в автомобиль доставили в отдел полиции Вряд ли оперативники поверят в его историю о забытом в машине улове Сергей Пичугин, Павел Москвин, Место происшествия